Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пранько. Начинаем наш большой вечерний интерактивный канал «Реальное время». В этом часе гости в студии прямого эфира. После 20-ти итоги дня очень коротко по ним пробегусь. Те темы, которые я выбрал для обсуждения, для интерактивного обсуждения. Начну с того, что сегодня Анатолию Собчаку исполнилось бы 75 лет. И нашей собеседницей будет вдова Анатолия Собчака, сенатора Людмила Борисовна Нарусова. Они с Ксенией возложили цветы к могиле мужа, отца. Печальное событие. Но тем не менее, печально в том, что этого человека с нами уже нет. Но тем не менее, 75 лет ему бы исполнилось. Поэтому мы сегодня вспоминаем Анатолия Собчака. Еще одна тема. В России уменьшается число граждан-сторонников демократии. К таким выводам пришли социологи Левада-центра. Лев Гудков будет директор аналитического центра. Юрия Левада у нас с собеседником. Еще одна тема, которая вызывает, я думаю, повышенный интерес. Все-таки Владимир Владимирович Путин нашел альтернативу Алексею Анатольевичу Навальному. Вот так вот неожиданно это стало известно. Оказывается, там уже и практически президентское благословение и рукоположение произошло. Эта новая общественная организация называется «Безопасное Отечество». Дмитрий Жирков, председатель правления этой общественной организации, будет нашим собеседником. У распила появился конкурент «Безопасное общество». Вот тема итогов дня. Ну и в завершении с Глебом Павловским, с человеком, который обладает, безусловно, феерическим чувством юмора, мы обсудим вице-премьера Рогозина и Мадонну. Все-таки, может ли чиновник категории А писать слова на букву «Б» в общественном пространстве? Ну, согласитесь, тема очень важная, животрепещущая. В социальных сетях только об этом сейчас и идут рассуждения. А, Б, Г, П и так далее, да? То есть Рогозин говорит, почему все подумали, что это мат? Может, я богиней ее назвал или балериной, да? Ну вот, поговорим об этом с Глебом Павловским в следующем часе. Вот такая наша программа. Напомню, средства коммуникации 651099, 6, код Москвы 495. Многоканальный телефон финам.фм. Это наш портал в интернете. Там идет и прямая веб-трансляция. Реальное время на финам.фм. Почему в России забыли о нравственности? Деньги затмили разум. Везде стоят вопросительные знаки. И я представляю с удовольствием моих сегодняшних гостей. Начну с единственной дамы в нашем небольшом мужском коллективе. Это Анна Лунева, заместитель генерального директора Центра политической информации. Анна, рад видеть. Добрый вечер. Взаимно. Добрый вечер. И Александр Морозов, шеф-редактор русского журнала. Александр, также рад вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Господин, у нас на самом деле не так много времени, да? Я почему решил с вами обсудить этот вопрос? Я очень часто общаюсь со слушателями, неважно в оффлайне или в онлайне, да? Ну, в свете последних слов господина премьера о том, что, в общем-то, онлайн это так. Вся интересная жизнь у нас в оффлайне, да, происходит. Слышу такие реплики. За 20 лет построили безнравственное общество. Простите, цитирую. Бабло сейчас стоит в центре внимания всех и вся. И, в общем-то, страна катится непонятно куда. Анна, вы согласны с этим? Бабло все решает? Ну, к сожалению, наверное, да. Потому что, вы знаете, очень не хочется говорить на... Банальности, да? Да. Но с моей точки зрения все началось с совершенно простой вещи. В стране появилась частная собственность. Но если на Западе частная собственность, это не только права, но и гигантское количество обязанностей, которые веками уже настолько вот вошли, ну, если хотите, в генетику. При том, что не будем Запад обожествлять ни в коем случае, да. Но это настолько уже вот эта ответственность является простой и понятной для каждого человека, что вот таких трений, как у нас по поводу этой частной собственности, она не возникает. Ну, простой пример, да. Люди, которые, там, десятилетиями уживались на дачных участках, были лучшими друзьями. В одночасье, как только появилась стоимость земли, и то, что это мое понятие, то, что это официально мое, я могу это продать, на этом заработать, они стали смертельными врагами. Появилась фраза, это мой участок, что хочу, то и делаю. На тебя мне плевать. Откровенно совершенно. И вот... И войны за каждый сантиметр земли. Да. Не дай бог забор прошел не в том месте. Не дай бог забор прошел не в том месте. Или, не дай бог, соседи возражают против того, что я возле их забора, это как вот в моем случае, выстрою совершенно гигантское непонятное сооружение, которое закроет солнце на участке. И потом еще буду ходить обижаться, что мои соседи, ну, как-то обиделись на хамское поведение. Слушайте, я вот сейчас спровоцирую просто. Меня очень часто называют провокативным таким журналистом, я этого и не скрываю, да, я еще и такой занудный журналист. А может быть, ничего плохого в этом нет? Ну, все имеет денежный эквивалент. Ну и что? Я тут буквально на днях смотрел интересную пресс-конференцию, значит, наши спортсмены. Сейчас это очень актуально, да, тем более последние три дня, там, все мандражируют все-таки, войдем мы в тройку или нет. И они рассказывают. Ну, вот вы понимаете, в Америке, опять-таки, говорим, не обожествляем ситуацию в той стране. Конечно, хорошо. Классные гонорары, очень большие деньги. Но, вы понимаете, а у нас вот лучше. Что лучше, я так и не понял. Ну, вот что-то такое лучшее, да, что, конечно, их соблазняют Соединенные Штаты вот своими этими роскошными, возможными подарками, заработками, преференциями, всем чем угодно, да. А мы как-то так стеснительно. А, Александр, так, может, не стоит нам стесняться-то? Ну, ну да, деньги. И что? Нет, ну, я-то вообще по духу республиканец, поэтому, так сказать, такая социалистическая, такая концепция собственности мне вообще не очень близка. Как бы платите деньги, я работаю, я сам найду способ их правильно потратить, и обеспечить, как бы, себя и своих близких. Но дело даже не в этом. Дело, может быть, сейчас в том, что надо дополнить вот то, о чем говорила Анна, одной важной мыслью такой, что все-таки есть правильная такая теория, что когда люди борются за выживание, то у них одна, так сказать, этика и одна, одни ценности. А когда они немножко начинают жить лучше, то возникает уже возможность некоего саморазвития. Вот есть такая социологическая концепция, принадлежащая Инглхарту, она во всем мире проверяется на многочисленных исследованиях, во всех странах мира работают эти социологические исследования, и она в целом подтверждается. То есть я вижу в сегодняшнем обществе вторую важную тенденцию. Наоборот, за нулевые годы и вообще за постсоветское 20-летие выросло новое поколение, по которому видно, что оно ориентируется уже не только на материальные ценности, не только на бабло, а на, наоборот, нематериальные мотивации. И вот, собственно говоря, даже последние вот события в России, протест, выход молодежи в качестве наблюдателей на выборы, расцвет нового благотворительного движения, в который втянуты очень многие, и вся эта новая самоорганизация гражданская, вот она, собственно, отражает появление вот этих новых нематериалистических мотиваций. То есть, на Ваш взгляд, ситуация меняется, не такая она уж и циничная, циничная, не такая она страшная. А почему, Вы понимаете, Александр, почему мы стесняемся этого? Почему мы денег стесняемся? Нет, а мы их и не стесняемся. В основном приходится стесняться обстоятельств, при которых деньги маленькие, а жизненные шансы по каким-то обстоятельствам ограничены. Ну, и это не зависит от человека. То есть, если человек выживает, то не до патетики, как говорится. Да, тогда часто, конечно, в его сердце поселяется, так сказать, зависть, боль, униженность, и это действительно следствие социального неравенства, которое есть в любом обществе. Анна, Вы считаете российскую нацию завистливой? Вы знаете, я не думаю, что можно назвать завистливой. Я вот, если Вы позволите... Анна напряглась, кто смотрит прямой веб-трансляцию, тот момент это увидел. Нет, я просто думала, как это сформулировать в контекст того, что я говорила раньше. Я ни в коем случае не считаю, что собственность — это плохо. Отлично. Я думаю, все, кто здесь сидит, с этим согласны. Я просто говорю о том, что мы не совсем понимаем, как с ней обращаться. Точнее, не совсем понимаем, какие моральные обязательства на нас это накладывает. Вот о чем я хочу сказать. То есть, что нельзя грызться с людьми из-за куска земли. Ну это да, конечно, с этим можно согласиться. Смотря какой земли. Московской можно погрызться. Цена вопроса. Вот опять же, да, вот нравственность, с моей точки зрения, заключается в том, что ты должен понимать, что, и это вот те, кстати, политико-правовые концепции, которые стали зарождаться в Европе после темных веков. Да, что вообще-то мы живем, у каждого, да, у нас есть одинаковые совершенно права, мы совершенно равны. Вот. И для того, чтобы каким-то образом компенсировать, там вот, условно говоря, у нас у троих, у всех есть право там на жизнь и, ну не знаю, там на смерть, да, на убийство. Если нас там чем-то задели, да. И таким образом... Радикальный подход. Вот. Вот в этой части. Так, она. Это не мой подход. Я понимаю. В частности, подход Джона Лока. Но для того, чтобы вот каким-то образом вот этот беспредел, как бы сейчас сказали, да, ликвидировать, люди собираются, заключают общественную договору, они говорят государство. Я, конечно, очень сильно утрирую, потому что просят меня поклонники Джона Лока. Ну вот, то есть, понимаете, вот эта вот способность договариваться, да, вот. Ну, я спрошу, а разве не произошли вот в нулевые годы, наоборот, большая зрелость общества? Ну вот 90-е, там малиновые пиджаки, всеобщая война, там действительно первое отравление деньгами. А я хочу сказать, что малиновые пиджаки, Александр, на самом деле, никуда не ушли. Не ушли, да. У меня есть знакомые... Да, да, они более теперь брендированные. Да. Просто у меня есть несколько друзей, которые, в общем-то, как занимались в 90-е, так и этим и занимаются и нынче. Вы знаете, я плагаю... Не криминалом, нет. Бизнесом. Я плагаю, что это стало просто чуть более цивилизованным, да, вот эта вот битва за деньги, битва за все, но она никуда не делась. Стало цивилизованней. Да, но она никуда не денется. Ну, к сожалению, опять же, да, это вот, наверное, норма развития общества, да, потому что мне кажется, что все через это проходят. Просто вопрос, перед же в том, насколько, повторю это слово, цивилизованно этот весь процесс проходит. Мы сейчас прервемся на краткий выпуск новостей. Здесь Александр Морозов и Анна Лунева. Свои письма на финам.фм. Звонки на 65 10 99 6. Пишите мой в личный твиттер, в аккаунт мой в твиттере, да. Все открыто, все средства связи к вашим услугам. 19 часов 17 минут, реальное время. Анна Лунева, Александр Морозов. Здесь и сейчас в московской студии финам.фм. Говорим, почему в России забыли о нравственности, деньги затмили разум. Вот смотрите, здесь в твиттере у меня очень активно пошли сообщения, твиты, да, Микола пишет. Считать чужие деньги, это чисто наша советская, чисто наша советская жадность, завистливость, тоже готовы стукануть, лишь бы жили не лучше. Ну, имеется в виду, по всей видимости, на соседа, да. Вот он тоже республиканец, кстати, да, по духу чувствуется. Хуторянин такой. Микола. Ну, Микола, да. Мне нравится. Микола Гусев, да. Да, мне это нравится. А Макс Орлов пишет. Надо стараться сделать так, чтобы зависть была белой. Смог сосед, смогу и я. Я хочу вот, чтобы вы вот эту мысль продолжили. Анна. Я более чем согласна. Вот зависть вообще разрушающие чувства. И когда ты смотришь на соседа и видишь, что вот он работает, да, вот он зарабатывает, он крутится. Значит, надо сделать все, чтобы ему было плохо. Нет, вот по уму. Врубить музыку ночью. Вот, к сожалению. Да. Там большинство вот так будет считать. Но это же неправильно. Ну, если ты живешь хуже, ну, значит, если ты здоров, если ты, у тебя голова на плечах, ну, сделать так же, чтобы ты жил как минимум так же. Не хочу. Что? Не хочу. Ну, вот в этом не хочу. Хочу, чтобы Путин за все отвечал. Вот. Мы все ждем батюшку царя. Да, вот он придет и позаботится о нас. Он придет к нам в деревню и даст работу. А вот мне знакомые рассказывали, у них родители в Курской области, по-моему, в Курской области. Ну, здесь, по крайней мере, центральная Россия. Да, 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 да. Взяли, надел земли, стали фермерами, обрабатывают ее, то есть крутятся, вертятся. Эти знакомые, они сами вот живут в Москве, на выходные ездят туда. Амбар не сожгли еще? Ну, судя по разговорам, уже близки. При том, что они предлагали другим. То есть давайте вот организуемся, давайте. Там земли полным-полно. Давайте мы ее возьмем, будем обрабатывать. Нет. Остальное предпочитаю себе пить. Ань, так в чем причина-то тогда? Вот в чем? То есть один может, да? Один пашет. У 90% возникает желание его пнуть. Наверное, в привычке ждать, что кто-то придет и что-то за тебя сделает. Вот и все. В традиционной русской линии, которая выложена в замечательной пословице, пока гром не грянет. Ань, ну есть другая сторона все-таки. Вот если смотреть на сейчас, я езжу достаточно много, был недавно там в Перми, Екатеринбурге, вижу молодежь, которым сейчас 20-25 лет. Ну вот видно отчетливо, что это достаточно такое здоровое поколение, ориентированное не на какое-то там рвачество, да, как говорили в советское время, на какие-то сверхдоходы. Нет, это такое нормальное поколение с нормальной мотивацией, которая встроена, конечно, в эту рыночную систему, разумеется, но с такими здоровыми, достаточно карьерными амбициями, да. Которые не только невозможно осудить, а наоборот, в общем-то мы их все приветствуем, потому что это же наши дети, ну в широком смысле слова, там уже. И это новое десятилетие, это их десятилетие. Это они здесь будут реализовываться, реализовывать вот свою самостоятельность. Александр, я ни в коем случае не ставлю под сомнение, да, те исследования и те встречи, которые вы имели, но я достаточно часто встречаюсь с молодыми людьми, которые, простите меня, совки еще больше, чем их родители. Меня это крайне поражает, потому что эти люди точно не застали СССР ни в какой фибрилляции, да, ни рассвета, ни заката, ни краха, ничего. Мы еще можем рассуждать, да, мы родились там, мы учились в ту эпоху, да, поэтому вот они меня поражают. Да, это есть тоже, есть, конечно, безусловно, мы видим прекрасно по социальным сетям, мы читаем и видим вот какой-то странный, значит, такой социальный ресентимент, какой-то зависть у людей, которым 20 лет, которые хотят возврата чуть ли не какой-то такой тотальной государственности, в которой заранее будет решить, весь путь человека будет заранее прочерчен уже как бы от детского сада до, так сказать, там, до самой смерти. Почему-то этих 20-летних есть и такие, это привлекает. Но вы думаете, большинство все-таки иных? Да, безусловно. А вы как думаете, Анна? Вы знаете, я думаю, что перемены, безусловно, есть, да, потому что и здесь я думаю, что не последнюю роль вот у тех, у кого что-то меняется, да, у которых, у тех молодых людей, которые с новым каким-то таким вот мироощущением, да, с новым моделью мира появляются, да, с новым отношением к жизни. И там первую роль сыграли родители. Вот. Возможно, они попали в хорошее окружение, хорошая школа, хороший детский сад. Хорошие книги. Хорошие книги, да. То есть, вот я здесь хочу еще сказать, вот еще один немаловажный фактор, это родители. Роль родителей в воспитании детей. Вот если родители занялись зарабатыванием денег, да, ну, без которых, ну, никуда ты не денешься, и оставили воспитание детей на школу, на, там, детский сад, еще на что-нибудь, вот, вот, совок вырастет, я абсолютно уверена. Ну, вот если родители... Подожди, еще раз, значит, если родители занимаются зарабатыванием куска хлеба и забывают... Ребенки полностью, то, ну, где вот, каким образом они смогут воспитать из него человека, который будет понимать, да, что вот от него, от него самого все это зависит. Ну, при этом, при этом, он ни в коем случае, да, то есть заложен в него какие-то нравственные основы, которые позволят ему понимать, что кроме него, вообще-то, на этой земле есть еще люди. И что, идя к какой-то своей цели, мы ведь говорим все-таки о нравственности, да, ты не должен переступать через других людей. Здесь речь может быть не только о родителе, да, но о каком-то вот сильном человеке, да, на пути этого ребенка. То есть, ну, наверное, это может быть учитель, там, еще кто-то, сосед, друг, там, неважно. Но важно, что вот этот вот некий центр нравственности, да, назовем его условно, он попадется на его пути и сможет объяснить разницу, ну, банально, простите, между добром и злом. Вот, ведь это, ну, то же самое, что вот зависть, не зависть. Деньги — это добро? Ну, в целом, по модуле, ну, не то, что по модуле, да, в целом, я думаю, да. Это Анна Лунева, Александр, вы в чем-то были не согласны? Ну, нет, Анна потом поправилась и сказала, что дело не только в семье, действительно, так и есть, с этим-то я уже не могу спорить, потому что есть многочисленные примеры, когда, наоборот, дети, которые выросли в очень тяжелых условиях, тем не менее, становятся лидерами, значит, лидерами правильными, энергичными и как раз сохраняющими достаточно высокие моральные, ну, по отношению к себе требования. Вот смотрите, деньги, по моему глубокому убеждению, являются эквивалентом твоих способностей, твоего интеллекта и твоего старания. Но, я знаю, что очень многие люди будут против данной формулировки по одной простой причине, что они мне могут сказать, посмотри, пранько, на наших слуг народа, где ты там увидел вот эти три фактора, кроме главного, лояльности к вышестоящим. Ну, и, безусловно, вот этот вертикаль, деление, там, тебе рубль, мне два, три, четыре, пять и так доверху, да. Я никого не хочу обвинить, но, получается, понимаете, замкнутая пространство, мы сами не можем ответить на этот вопрос. Я общаюсь с американцами, да, у них, многих обвиняют, что они тупые, да, ну, вот реально тупые. Они действительно могут не показать на карте Россию, реально, да. А уж там, где Израиль, где это вообще, да, это тоже для них запредельно. Но, у них есть какие-то принципы, например, свобода. Они реально считают, что свобода — это главное завоевание, демократия — это главное завоевание. Чинуша не может быть хозяином положения. На чинушу должен быть другой чинуша, и это система сдержек и противовесов. Деньги — это мерило, это нормально. Быть успешным — это нормально. Аня, в России это не проходит. Ну, вот просто потому, что рядовой россиянин не считает, что он имеет какое-то отношение к тому... К той реальности, которая его окружает, или к чему? Вот я просто хочу понять, где... Вы знаете, очень часто, вот, беседуя с людьми более старшего возраста, можно услышать такую вещь. Вы как же утомили эти всякие думы, президенты? Ну, вот что ходить голосовать? Вот остались бы они там на 20 лет, и не трогали бы нас вообще. А в идеале вообще Путин один, и все. Да, вот понимаете, в чем дело? Вот, то есть, вот абсолютно не понимаю. И вот я когда преподавала, я на первых же занятиях спрашивала у студентов вообще, ну, пыталась понять, да, насколько вот они понимают, как действует политическая система, и как они видят свою роль в этой политической системе. Их ответ меня ужасал до глубины души. Они вот практически 90% мне говорили, а от нас ничего не зависит. Это ребята, которым 17-18 лет. Александр, молодежь от нас ничего не зависит. 90%? Ну, практически. Это приговор. Вот. Нет, нет, нет. Это, это, здесь как бы сейчас Аня конструирует представление о рядовом, значит, человеке, но никакого рядового человека в реальности нет. Точно так же, как вот, нельзя сказать, что вот студенчество на первых курсах таково. Оно, это примерно как социологический опрос. Если человека спросить, там, вот, как бы, сказать, вы сторонники сильной власти, все там пишут, да, да, да. Если их тут же спросить, сторонники они сильной власти, которые будут уничтожать целые социальные группы, они напишут, нет, нет, нет. Точно так же и здесь. Эти же самые студенты-первокурсники, их когда спрашиваешь, как бы, о том, что, как вы относитесь, они говорят, нам это все не надо. Но, тем не менее, это они же потом собираются где-то, и у них там какой-то левый кружок, условно говоря. Вот. Они, конечно, дистанцируются от власти, но они политизированы. И там что-то такое живет свое, вырабатывается новое. Вот. Единственное, что не нужно очень так обобщенно понимать этого рядового россиянина, и тем более конструировать какой-то народ, который там, в отличие от нас, иначе от... Не, ну, срезы же есть, такое понятие, да, то есть, вот, средняя температура по больнице. Те же социологи, вот, чем занимаются, да. Тот же вот Левада сегодня выдал на гора. Шокирующие для меня, конечно, цифры. Там 63% сторонников, вроде большинство демократических принципов, но дальше там идет поправка. Но с сильным государством. Что понимается под сильным государством, мы, наверное, потратим не одни сутки, чтобы понять, да, вот эти вот разные версии. При этом в 2008 году, веселый год, да, крах суверенной демократии, вставание с колен, 78% считал, что демократия нам нужна. Вот это вот что, Александр? Это средняя температура по больнице? Это, это обобщу некий портрет россиянина, то вот о чем говорила Иоанна, да, на примере своих студентов. Вот что это? Ну, понятно, что это такое сейчас у Левада. Ну, есть, может быть, разные интерпретации, мы как бы, понятно, что... Это, безусловно, еще и от формулировки вопросов. Да, да, и потом мы специалисты по интерпретациям, и я, и Аня, поэтому я могу сказать, что это, так сказать, ответ на протест, условно говоря. То есть, как бы, общество двинулось, протест схлынул, и теперь обнаруживается пейзаж после протеста, противоположная сторона обнаруживается, которая в такой ситуации всегда начинает что-то бояться, а куда это все приведет, а раскол элит, а что там наверху, да нет, лучше, чтобы ничего не было. Как бы не нужна демократия никакой. Но этот опыт печальный, то есть, мы же не можем... Ну, простите, очередная Булгария за мой цинизм, да, и общество опять возбуждается, запредельно причем. Ну, да. Понимаете, я чувствую, что мы до сих пор не ответили на вопрос, вот, что мы строим. Я это без пафосы произношу. Какая у нас есть вообще идеология, не та идеология, которая была в партии почившей, да, куда мы идем, что мы делаем. И, Юрий, понимаете, беспокоит ведь не то, что по опросу... При этом мы боимся, простите, мы боимся денег, да, вот признаться, что быть успешным и богатым, давайте мы на них налоги, да, там, вот этот вот депутат и трапезников, полпред, забыл его, как зовут уже... Хаманский. Хаманский, там, да, я посмотрел на него. Ну, я не знаю, как таких людей можно назначать, да. Вот я правда не знаю, как таких людей можно назначать. Назначаю. Нет, главное в том, что неважно, какие внизу, там, сказать, в народе, так называемые, антидемократические настроения всегда есть. Страшно, когда сама власть начинает опираться на это конструируемое какое-то политическое и моральное большинство, которое настроено антидемократически, оно настроено против рынка, против там, значит... А мне представить, что наша власть как раз очень даже рыночная. Вот они-то это все узрели и подхватили. Продолжим тему после краткого выпуска новостей. 19 часов 32 минуты. Это реальное время. Здесь Анна Лунева, заместитель генерального директора Центра политической информации, Александр Морозов, шеф-редактор русского журнала. Говорим о том, почему в России забыли о нравственности, деньги затмили разум. Письма на финам.фм. Там идет и прямая веб-трансляция. Звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495. Анна, я предлагаю продолжить вот ту мысль, которую мы до новостей начали обсуждать. Ну да, действительно. Вот под демократией, я боюсь, что происходит некая подмена понятий. И под демократией, вот, по крайней мере, люди, отвечавшие в вопросе Левада Центра, как мне кажется, понимали вот те выступления, относительно стихийные, которые были вот начиная с декабря прошлого года. И вот они, да, когда вот в принципе люди собираются, ну, они протестуют. Но непонятно, против чего они протестуют. Ну ладно, сначала они протестовали против неправильного подсчета голосов. А потом вот как-то вот эта общая цель протеста, она как-то вот пропала. И вот мне кажется, что под демократией, когда вот снизилось количество людей, которые считают, что нам нужна демократия, они подразумевали именно вот это. То есть, что вот эта демократия нам не нужна. Да, то есть такой хоккей нам не нужен. Значит, да, Александр. Ну, мы, конечно, мы должны в такой ситуации всегда стараться объяснять и говорить, что есть представительная демократия, она должна развиваться, институты. Но есть и прямая демократия, она тоже должна быть. И в, так сказать, в зрелом обществе имеется и протест, и, собственно говоря, там, скажем, были фальсификации, были протесты. Ну, а потом, допустим, вот были люди, которые были против третьего срока Путина. Я, например, был сторонником, противником, прошу прощения, третьего срока, и не голосовал за Путина. И, как любой другой гражданин, имею возможность выйти и выразить, как бы, свое негодование. Ну, ничего там особенного нет. Вчера гражданин Дальцов тоже вышел, забрали. Да, ну, вот здесь сложная ситуация, потому что, мне кажется, что наша власть тоже, как бы, сказать, она плохо же понимает, как бы, и представительную демократию, ее функцию, и прямую демократию. Хорошо сказано, но наша власть плохо понимает, да, точка. Это, ну, как это, вот теперь у нас с легкой руки господина Рогозина буквы могут означать разные вариации, да. Знаете, я хочу сейчас вот развернуть несколько наш разговор в тему, которая потрясла, я думаю, всех, и трясет нас до сих пор. И на эту тему уже клинчи идут такие, что впору вырубать, в буквальном смысле, все микрофоны и телефоны и так далее. Я имею в виду ситуацию вокруг русской церкви. Это связано с нравственностью, безусловно. Общество очень сильно возбуждено, и даже не пуссерайт, а вот тем, что происходит в церкви, я имею в виду за церковной оградой и вне церковной оградой. Анна, вот на ваш взгляд, подобные институты могут выступать основой нравственности? Ну, вы знаете, я... То есть я сейчас, простите, я не затрагиваю вопрос религиозности, веры, да, то есть это действительно индивидуально и сугубо лично, институционально. Вы знаете, я думаю, что надо немножко различать церковь и отдельного священника. Церковь, безусловно, должна была реагировать. Но, по всей видимости, на острие этой реакции выдвинули совершенно не тех людей, которые, с моей точки зрения, просто дискредитировали институт, который традиционно играет очень важную роль. В обществе и формирование той же самой нравственности. Я просто считаю, что вот та ситуация, которая сложилась вокруг ситуации с Пуссерайд, она просто дискредитировала церковь. И, с моей точки зрения, церковь должна извиниться за поведение своих священников, некоторых. Никто не отрицает, что церковь была оскорблена. Были оскорблены прихожане. Но вот эта вот безумная истерика показала, что почему-то вот этот вот, если хотите, глобальный институт, а в частности, русская православная церковь, не способна реагировать на вызовы как здравомыслящий человек. Ведь на самом деле... Получается, этот фактор девальвирует любые призывы церкви к нравственным постулатам, к негреховности уж, простите, я таким языком буду говорить. В конце концов, есть истины, которые дал Господь Бог, и верующие люди в них веруют. Но, если это происходит со стороны, то для людей это по принципу сами на себя посмотрите. Ну, отчасти да. Вы знаете, у меня есть знакомые священники, и в частности, вот священник, который меня крестил, человек, которого я безгранично уважаю, хотя не видел его уже очень много лет, который для меня, ну, как-то по жизни был примером, какой должен быть священник. У меня его образ абсолютно не вяжется с тем, что происходит. Это человек, который с рядом единомышленников бросил, закончил, если я правильно помню, МГУ, бросил в Москве все и уехал в Костромскую область, в глушь, в чайшую, туда только на тракторе добраться можно, в заброшенную деревню, ну, с хорошей церковью, поехал служить с большой буквы, понимаете? И вот я до сих пор помню, вот сколько лет прошло, я помню беседы с ним, вот это чувство умиротворения. И я просто не представляю, как бы он бегал и кричал, и призывал к тому, чтобы кого-то там убить, просто, да, казнить, я не знаю там еще, что сделать, а за то, что они вот сделали. Вы знаете, у меня ощущение, что он бы подошел к ним и поговорил. Вот если церковь хотела среагировать, я, опять же, да, вот, ну, не носитель какой-то истины, да? Это ваше личное мнение, а каждый имеет право на него, да? Нет, 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 нет. Я считаю, что гораздо большего церковь достигла бы двумя вещами. Первое, это позволило бы светским властям решить эту проблему, я имею в виду, в рамках законодательства, да, то есть, как это, насколько я понимаю, я не юрист, да, насколько я понимаю, это должно было быть административное дело. И второе, пойти по судебному пути. Если есть люди, как вот выступали свидетелями, да, что их оскорбили, их действительно оскорбили, они имеют право оскорбиться за, с моей точки зрения, безобразное поведение, которое, ну, недопустимо, вот, и пойти в суд и выпотрошить это пусть и рает так, чтобы им было неповадно, ни им, никому бы то ни было другому, неповадно было оскорблять людей, понимаете? А вот какую цель ставили перед собой некоторые священники, да, которые разводили вот эту безумную истерию, я не понимаю. Это Анна Лунёва. Александр, вы в самом начале сказали нашего разговора, что вы республиканец, да, то есть у вас правые позиции, для правых, в общем-то, вера, церковь имеет особое звучание. Это неважно, экстраполяция на Россию или те же Соединенные Штаты на Запад. Вот хочу услышать ваше мнение. Ну, я, во-первых, скажу, что я согласен с Аней, мы все, для нас это такая ситуация, конечно, это драматическая, то есть никто не поддерживает какого-то, ну, так сказать, радости от фарса, который случился с этим судом и вообще с тем, что сейчас происходит не столько с церковью, действительно, сколько, скорее, с патриархией. Объяснение мое такое. Вы правильно, Юрий, сказали, дело не в пуссера. Просто мне кажется, что, быть может, после кончины патриарха Алексея Первого немножко изменился какой-то тон... Второго. Второго, прошу прощения, второго, да, немножко изменился тон самой патриархии, и ошибка там заключалась в следующем. Церковь – это малое стадо, и, конечно, церковь не может, или там патриархия не может увериться сама, что здесь 85% православных, и потому она имеет моральное большинство и может грузить остальное общество какой-то моральной риторикой. Она может к нам обращаться, как к христианам. И на самом деле вот все нападки на патриарха Кирилла, которые, к несчастью, происходят, и которые наносят очень большой ущерб и всей церкви в целом, они вызваны тем, что вдруг появился какой-то, знаете, триумфализм так называемый. То есть церковь страдающая, церковь, так сказать, игонимая – это малое стадо, но если вдруг она начинает чувствовать себя триумфалистки, что она, так сказать, победительна, что она может диктовать, то неизбежен ответ, и в русской истории так всегда и было. Это было несколько раз и довольно драматично. Вот здесь есть такая очень глубокая ошибка, и из нее следует дальше наматывается одно за другим новая реакция общества. Поэтому я согласен как бы с тем, что священник-то русский живет себе, как и жил в XIX веке, служит, и прихожане к нему приходят, детей крестят, отпевают у родителей, и литургия совершается, и в ней люди живут церковной жизнью. А вот эта сторона, сторона политическая, вот в ней церковь, или патриархия более точно сказать, она сделала какую-то ошибку в последние два года в целом, и обратно будет очень трудно пройти. Это связано там и не только с Пуссерой. Знаете, я неспроста вот развернул в эту сторону наш разговор. Очень часто правых, либералов, западников, как угодно можете их называть, но людей, имеющих, я их так характеризую, имеющих свою позицию и свое мнение. И считающих, что человек первичен, государство вторичное. Так вот, их очень часто обвиняют в том, что вы в 90-е годы нас послали, ну вот у нас не только Владимир Владимирович посылает, то в суд, то в бизнес, ну в зависимости от вариации. Вот вы нас послали в это западное общество, вы разрушили все, что было в Советском Союзе, просто изничтожили. Особо не задаются вопросом, что многие из тех и по сей день во власти находятся, неплохо живут или в бизнесе имеют. Но вот как мне представляется, вы знаете, принципиальный момент, мы оттуда почему-то не берем нравственные имену ценности. Можно разные примеры приводить, можно даже говорить, что это экстремизм. Например, в Соединенных Штатах, если ты не ходишь в церковь в воскресенье, ты, простите, дебил. То есть тебя не понимают. И очень многие люди, неверующие, страдают из-за этого, потому что им приходится ехать, и они там присутствуют. Но там определенно есть этот стержень. Я сейчас характеризую не то, что им приходится, а те нравственные ценности, которые пытаются передать священнослужители этих американских церквей. Есть другой момент, который замес вообще страшный становится. Мне сегодня сказали, что у нас 2 миллиона 800 тысяч детей, которые находятся в детских домах при живых родителях. Я буду перепроверять, безусловно, эту информацию. Это вообще страшная цифра, если это так. При этом все знают, что, допустим, в Чеченской республике нет детских домов. Их просто нет. Там забирают ребенка, если... Ну, всякое бывает в жизни, да. Американцы стоят в очередях для того, чтобы усыновить, удочерить. Вот это, понимаете, это все, это страшно замес становится. То есть получается, мы не на деньги падки. Вы просто убрали нравственность из своей жизни. Аня? Ну, одно другому, в принципе, это не противоречит. Да, потому что... Вы знаете, вот в нашей русской культуре есть, с моей точки зрения, очень нехорошая вещь. Отсутствие ответственности. Точнее, неспособность признать свою собственную ответственность, в том числе за свои поступки. Виноват будет кто угодно, но только не я. Понимаете, вот... Самооправдание? Да, если хотите. А вот после Второй мировой войны немцы сказали, да, мы виноваты. Поднапряглись и начали выплачивать деньги. Хотя страна была разорена. А мы не можем странам Балтии такое сказать. Ну, вот я не знаю, почему мы не можем это сказать. Ну, страна Балтии, мне кажется, это вообще очень такой специфический, отдельный, долгий-долгий разговор. Нет, но мы их оккупировали, оккупировали. Ну, не хотел бы, честно говоря. Ну, может быть, не мы, не мы все-таки. Да, говорить на эту тему, но... Договоримся, в следующий раз поговорим. Да, вот, понимаете, вот помимо того, что в Америке, да, ходят в церковь, я не соглашусь, что везде ходят в обязательном порядке, да, это явление локальное, так же, как и, в принципе, в российских деревнях церковь также играет. Безусловно, еще и от Штатов зависит, да. Большую роль, но у них есть очень любопытный разработанный механизм политической социализации, да, когда каждый ребенок вот с такого возраста погружается вот в эту вот выборную модель, и где ему с детства вдалбливается, вдалбливается и вдалбливается. Ты имеешь право, ты можешь. Это, это, это. От твоего решения, от твоего голоса зависит вот это, вот это, вот это. Вот это вот выборная модель в школах, да, когда полностью моделируются федеральные, региональные выборы, да, когда вот этот вот постоянный президент школы, там, общественный совет и так далее, даже редактор газеты. Школьный. Он проходит через вот эти выборы. Понимаете, в чем дело? И вот это чувство ответственности за то, что происходит, оно вот, ну, вот в этом процессе, оно просто воспитывается в человеке. Оно входит на какой-то генный уровень. Это правда. Достаточно почитать, если кто не был в Соединенных Штатах, почитать автобиографии видных политиков, общественных деятелей американских, если они описывают там с самого своего раннего детства, да, и там вот школы. У всех выборы, выборы туда, выборы сюда. Мы сейчас придемте на краткие новости. Я единственное, что действительно благодарен Анне, я поправлюсь. Речь идет о библейском, так называемом, поиссе Соединенных Штатов, где вот этот принцип очень серьезный. Если ты не вне церкви, то и дальше поставлю многоточек. Краткий выпуск новостей. А, 1948, вот эту часть программы мы проведем в интерактивном режиме. Напомню, что здесь Анна Лунева, заместитель гендиректора Центра политической информации, и Александр Морозов, шеф-редактор русского журнала тем программы «Почему в России забыли о нравственности? Деньги затмили разум» 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм, это, соответственно, наш портал в интернете. Там вы можете смотреть прямую веб-трансляцию. Ну и заходите на мой аккаунт в Твиттере, там я также читаю ваши письма, огромное их количество. Ну вот, например, связь поколений разрушилась, на первом месте деньги. Высокое самомнение, не любим слушать и учиться. Мы самые умные, надо быть скромнее. Александр, я цитирую всегда письма без купирования, вот как приходит. Ну, в этом письме нет вопроса, во-первых, то есть в нем есть такая... Это такая реплика констатирующая. Да, констатирующая, такое скептическое утверждение. Но никогда не нужно забывать о том, что, ну вообще, эклизиаст уже, как бы, так сказать, сказал, что все от счета, все уходит, и каждое поколение все хуже и хуже. Ну, совсем такую занимать позицию старческую мне бы не хотелось. Я все-таки считаю, что прекрасные, прекрасные жизненные шансы возникают у нового поколения. Лучше, чем, скажем, у тех, кто встретил 93-94 год, например, когда все было более, несколько более зыбко. Хотя это было тоже очень интересное время, очень содержательное. Вот, ну и у каждого поколения свои какие-то шансы. И сейчас хорошие, то есть, в сущности говоря. Вот, и... Весь вопрос, будут ли они реализованы? Будут ли они реализованы, да, да. Михаил из Москвы пишет. Юрий, неправда. Я живу в Москве 17 лет, и здесь действительно любое движение вынуждено, вынуждено оплачивать. Но у меня на родине в Чувашии сосед может просто так прийти, помочь выкопать грядку или свозить в магазин за покупкой чего-либо. Москва не вся Россия, и искренне добрых людей очень много. Хейл, да я с вами согласен. Я же говорил, я 30 лет прожил в Якутии. Я тоже знаю массу людей, которые приходили ко мне с удовольствием навоз разбрасывать на моем огороде, да, и мы потом чай пили, и... Но это не... Мы все-таки о несколько ином говорили, да. Я не вижу проблемы в том, что есть денежный эквивалент любому усилию, любому труду. Почему мы этого стесняемся? Я вот этого не могу понять. Ментально, это вот где-то ментально засело. Ну нет, 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 Юрий, нет, я не согласен с этим. Не соглашаетесь со мной. Нет, нет, не соглашаюсь. Потому что очевидно, что, ну как бы плохо, когда денег мало, грубо говоря. Это правда. Вот, то есть... Я по себе это тоже знаю. Люди, которые работают и чувствуют, что действительно их труд оплачен соответствующе, то есть, ну мы не говорим сейчас о людях, которые жадны, как бы, да, это не относится к социальной системе, это просто некоторая черта человека. Или наоборот, люди, которые там... Если человек чувствует какую-то адекватность своим вложенным усилием тем деньгам, как бы, и он понимает, что эти деньги достаточно для того, чтобы семья была обеспечена. Я помню, и в советское время мне мой так же отец говорил, как бы, он страдал от того, что его зарплата недостаточна для обеспечения семьи. Но если достаточно, то человек, в общем, имеет вполне такие нормальные социальные какие-то нормы поведенческие и вполне в состоянии... Ну, то есть, все-таки получается, от дохода, от благосостояния зависит, а, поведение, б, нравственность, в, жизненные принципы и т.д. и т.п. Да, потому что, конечно, в сегрегированных районах, или там, условно говоря, что мы хотим, там, в моногородах, где, допустим, разрушены возможности, жизненные шансы хуже, там, или в каких-то, там, деревнях крупных, допустим, откуда молодежь уходит, остаются старики и т.д. Там, конечно... Не знаю, Александр, о чем вы говорите. Я вот сейчас смотрел один из пропагандистских каналов, которые, кстати, на наши с вами деньги, на мои, на ваши, на Анины, да, существуют, очень пафосно называется, да. У них главная проблема — это крах американской мечты. Сотни тысяч домов, девочка юная, ведущая этого канала, по-моему, вот она даже не отдавала себе отчет, когда она говорила, сотни тысяч домов разрушаются, а те дома, которые не разрушаются в Америке, да, их наркоманы занимают. Я смотрю, я у меня оторпеть была. То есть, помните, вот замечательный был ведущий, к сожалению, политолог, бывший посол Александр Бовин. Я его помню по детству, да? Конечно, да, да. Международная панорама с Александром Бовиным. У человека такое чувство юмора было, да, вот в то время, да, доносите информацию? Да, да. Но там же так и было. Американские негры, бедные рабочие, крестья, совок за наши деньги сейчас, вот реально. Только в новом формате. Конечно. А вы говорите про какую разруху, где вы ее видели? Нет, тут я с вами согласен, что пропаганда пугает. Это нарастание этой пропагандистской игры, свои чужие, попытаться за счет вот этого образа, мирового кризиса в других странах как-то создать иллюзию, что у нас все нормально, это, конечно, очень плохо. Очень плохо, да. Согласна? Абсолютно. А дальше как жить? А дальше, ну... Вот я и не собираюсь отсюда уезжать. Вы знаете, вот с моей точки зрения, жить по принципу «помоги себе сам». Если у тебя появляется какая-то проблема, найди единомышленников, ну, если хотите, вступи с ними в общество взаимопомощи и рассчитывай на себя. Оглядывайся, кто по сторонам, ну, просто будь немножко терпимее и добрее. Да, вот сейчас предлагаю... В партию вступить. А вы знаете, это... Я это безъерничества произношу. Нет, это следующий этап. Если таких огромное количество наберется, единомышленников, то следующий логичный этап – это создание движения, а потом, как политического инструмента для достижения целей, эта партия абсолютно нормальна. Вот правильно, да. Вот, то есть не жди царя, потому что царь не придет, потому что ему это не надо. Вот и все. Алексей Качан мне в Твиттере пишет, не надо нам давать американскую модель. У них своя ментальность, да это правда. А у нас какая ментальность? Вот вы мне объясните, чтобы корова у соседа сдохла или нет? Вот сейчас Александр скажешь, я с вами не согласен. Нет, ну я согласен с вами обоими, потому что не такая плохая... Замечу, первый раз Александр с нами совсем... Зачем Америка, скажем, на самом деле, как бы Юг России и Центр России показал и в прошлом высокие такие образцы самостоятельного поведения, и крестьянского в том числе, и артельного поведения. Нельзя сказать, это неправильно, когда нам приписывается какая-то там такая коренная, значит, типа свойственная русской душе, коллективность такая избыточная, и вера там в какое-то верхнее начальство. Нет-нет, у нас прекрасные были образцы и есть. Поэтому права, как бы, самоорганизация людей, как бы, и персональная ответственность. И как только, у нас беда в чем, что как только начинается вот это вот нарастать ожидание, пусть государство нам даст, ведь ужас в том, что государство начинает отвечать. И сверху начинает ехать на нас эта машина пропаганды, эта машина какой-то официальной морали, которая в дальнейшем порождает... Сотни тысяч домов! Бедная девочка! Давайте пообщаемся, попринимаем звонки 65 10 99 6, код Москвы 495. Добрый вечер, вы в эфире, Алю. Добрый вечер. Да, как вас зовут? Меня зовут Павел, вашей даме отдельный добрый вечер и джентльменов в суде. Две очень короткие посылки, Юрий. Посылка номер один. Вот когда говорят о сути власти в России, я даже позволил себе написать это в вашем там блоге, в одном из комментов, что, ну, есть власть оккупационная по своему стилю, да? И мы все, по представлениям многих представителей этой власти, подчеркиваю, не всех, но многих, это военнопленные. Естественно, что отношение к ним как к военнопленным. Один из моих приятелей сказал еще круче. Да какие, говорит, мои военнопленные? Мы добыча. Это первое. Это первое. Это было круто, и я, если честно, дня три думал на эту тему. А второй момент, касающийся пусть и райот, вот отбросим все, весь флер, и то, что их там выдвинули на премию Кандинского, хотя это, ну, если честно, смешно. Ну, я слышал, что и патриарха Кирилла тоже выдвинули на премию Кандинского. Но, Юрий, фишка не в этом. А вот теперь давайте же прогнозируем другую ситуацию. Вот эти три девочки, которым я, кстати, искренне сочувствую. Вот. Вот если бы они вышли вот там на алтарь в храме Христоспасителя и спели песню «Богородица Путина храни, а не прогони». Вот мне интересно, как бы тогда реагировала РПЦ. Это вот вопрос о нравственности и всем остальном. Да, спасибо. Кто из вас готов прокомментировать? Ну... Анна Лунева. Да, вот спасибо за отдельный респект. Вы знаете, тут мне даже, кажется, комментировать нечего. Вот по поводу того, что добыча, ну, я бы не стала столь радикальна. У нас просто существует... Жестковато, да. Три плоскости, которые существуют параллельно. Это, если хотите, народ, власть и бизнес, которые разговаривают на совершенно разных языках. И если вот бизнес и власть еще хоть как-то пытаются найти какое-то пересечение, да, то есть перейти в геометрию Лобачевского, если хотите, то вот народ в их представлении, он где-то там, вот он есть, а вот что он есть? И вот что он из себя представляет? Я бы сказал, что он ест? Да. Вот это... Никто по большому счету не задумывается, потому что у бизнеса задача выжить, да, то есть чтобы его не кошмарили, чтобы получать льготы там, ну и так далее, да. Власти, соответственно, бизнес нужен, потому что кто деньги-то зарабатывать будет на вот эти вот безумные миллиардные проекты, такие как вот этот замечательный мост, да, на остров Русский, который там сколько раз уже горел, рушился и так далее, а деньги-то уже потрачены. Вот, поэтому и вот здесь вот, если позволить, маленький анекдот, да, вот по этому поводу. Вот мы достигли благосостояния правительства, да, вот мы достигли уже благосостояния, все, теперь вообще-то надо как-то о людях подумать, и голос из зала. Ну, душ по 20 для начала хватит. Вот это мне, честно говоря, ближе гораздо. Господа, вот на этой ноте мы и завершим, к сожалению, наше время закончилось, да, спасибо вам большое. Спасибо. Доставили удовольствие. Анна Лунева, Александр Морозов были сегодня в реальном времени, говорили о нравственности, говорили о финансовых ресурсах. Спасибо всем, кто участвовал в нашем разговоре. Я еще раз подчеркну, не надо бояться денег, не надо их бояться. Деньги — это мерило успешности, но я, безусловно, хотел бы, чтобы нравственные ценности, семейные ценности были превалирующими у нас здесь, в России. Для каждого, я вот это без пафоса произношу, да, для каждого. Все должно быть, вот эти все вопросы, они персонифицированы. Они начинаются от того, что вы не кидаете окурок и своего автомобиля, вы не плюете себе под ноги, вы не хамите тому, кто даже с вами не согласен, ну и так далее. Сейчас будет краткий выпуск новостей, затем итоги дня.